Всем привет! Это Дядя Паш и проект Fusion 365. Сегодня 36 выпуск проекта и мы немножечко поговорим про режим прямого моделирования. Вначале нам поможет модель складного ножа, на которой Autodesk показывает очень много обучающих примеров. Эта модель доступна в том числе и у вас в проекте Design Samples в группе Samples, которая находится внизу под вашими личными проектами. Здесь модель Utility Knife, вы можете ее открыть. Она открывается в режиме Read Only, потому что Fusion не дает вам сохранять модель туда же в Samples. Но вы можете сохранить ее в свой проект и она будет доступна для редактирования, как любая другая модель. Когда вы ищете в интернете, в YouTube какие-то материалы по поводу прямого моделирования, Direct Modeling, то, как правило, наталкиваетесь на видео, которые показывают очень легкие и удобные манипуляции с гранями в моделях. То есть вот здесь чуть-чуть подвинем, здесь удалим, и это всех приводит в большой восторг. Сейчас я попытаюсь продемонстрировать, так сказать, еще раз воспроизвести то, что обычно демонстрируется в этих видео. Для этого нам понадобится следующий режим Select. Здесь Windows Selection у нас выбрано. Нам нужно будет выбрать все грани, которые образуют вот этот паз, как некую часть нашего твердого тела. В Select мы проверяем. У нас в Selection Filters должно стоять две галочки. Select Through обязательно, для того, чтобы при выборе выбирались элементы не только те, которые мы видим, но и те, которые находятся за твердым телом, то есть невидимы для нас. И второе Body Faces, чтобы мы выбирали на грани. В режиме Windows Selection, кстати, существует два способа выделения. Если мы тянем слева направо, то выделяются только те элементы, которые полностью попадают вот в это окно. Например, вот так. В него попадают полностью только вот эти элементы, которые сейчас выделились. Если мы тянем справа налево, то выделяются те элементы, которые хотя бы мы касаемся какой-то частью нашего окна. Вот так это выглядит при выделении справа налево. Так, нам нужно выделить все грани, которые образуют наш паз. Таким образом мы это сделали. И инструментом Move здесь выбраны грани Faces, 25 штук их у нас. Мы можем их взять и передвинуть немножко. Вот именно такая операция, такое манипулирование гранями, обычно в видео приводится как пример прямого моделирования. Но обратите внимание, я все это сделал в режиме обычного параметрического моделирования с таймлайном. Поэтому мне кажется, что вот такое движение граней больше относится именно к пониманию того, что такое грань, как строится поверхность. И мы к этому пониманию с вами обязательно придем. Следите за видео в плейлисте «Работа с поверхностями» и в плейлисте «Теория». На мой взгляд, это имеет очень мало отношения к прямому моделированию. И сейчас на примере нашего корыта я попытаюсь объяснить, что же такое прямое моделирование, чем оно отличается от параметрического. В данном случае модель делалась в режиме параметрического моделирования. И сейчас мы находимся в этом режиме. У нас есть таймлайн. Режим параметрического моделирования очень хорошо описывает одна фраза. Операции располагаются в порядке по времени. Здесь два ключевых слова. Во-первых, операции. В режиме параметрического моделирования Fusion запоминает, какие операции мы выполняем. Операция Revolve. Получение тела вращения. Мы можем вернуться в прошлое, изменить ее и получить какие-то новые тела, если нас что-то не устраивает. И второе ключевое слово – время. В режиме параметрического моделирования есть время и есть конкретное положение каждой операции по времени. Приведу простой пример. Скетч номер 10, которым мы получаем наши ручки, он расположен в середине таймлайна. Когда мы его редактируем, на этот момент у нас уже выполнены эти операции, в том числе Revolve и Extrude. То есть у нас есть в тот момент времени вот такое тело. Мы можем его использовать в нашем скетче. Мы можем его спроецировать, использовать как опорные точки. Скетч номер 8 стоит в самом начале таймлайна. Если мы его редактируем, то мы видим, что мы переносимся в прошлое, в тот момент, когда этот скетч был создан. В этот момент у нас нет никакой геометрии, кроме этого самого скетча. В этом особенность параметрического моделирования. Но и особенность, естественно, в том, что если мы в этом скетче в начале таймлайна что-то меняем, какой-то из параметров, то все эти изменения влияют на всю нашу модель. И второй момент, что если мы производим какую-то операцию, допустим, отверстие, hole, то эта операция записывается в таймлайне. Мы можем ее, например, выключить и посмотреть, как наша модель будет выглядеть без этой операции. Что такое режим прямого моделирования? Сейчас я вернусь, немножко обратно все вот это поправлю, как было. 250 мм ширина и операцию hole я удалю. Нам она не нужна. Режим прямого моделирования включается путем нажатия правой кнопкой мыши на название нашей модели на корневом компоненте и в выборе пункта меню Do Not Capture Design History. Не записывать историю изменений. Так как историю изменений у нас уже есть, Fusion спрашивает, действительно ли мы хотим всю ее забыть. Мы говорим Continue, да. Таймлайн пропадает. И отсутствие таймлайна – это первый признак того, что мы находимся в режиме прямого моделирования. В режиме прямого моделирования такого понятия, как время, не существует. Все остальное, все, что относится к режиму твердотельного моделирования, в принципе, остается тем же самым. У нас остаются все те же самые инструменты в меню Sketch, в меню Create, в меню Modify. Мы точно так же можем сделать сборки, точно так же создаем вспомогательную геометрию, пользуемся инструментами меню Inspect. Единственное, что нет – нет таймлайна. То есть все, что мы делаем с моделью, не записывается в таймлайне. Просто это приводит к изменению твердотельной геометрии. Например, если мы создаем отверстие, применяем тот же самый инструмент Hole. Мы видим, что в таймлайна нет, операция не записана. И отменить мы ее сейчас можем, только нажав Ctrl-Z, либо Undo, сделав. При этом все содержимое браузера, вот этого, как вы видите, точно такое же, как в режиме параметрического моделирования. Еще одно отличие от параметрического моделирования. Так как времени нет, такого понятия, как время, и элементы не зависят друг от друга. Мы можем, вот скетч номер 8, как вы помните, это базовый скетч, из которого создавалось тело вращения. Мы можем его изменить, сделать 300 мм. В этот момент вы видите, что в режиме параметрического моделирования, когда мы редактировали скетч номер 8, тела не было, потому что это было как бы в прошлом. Сейчас нет такого понятия, как прошлое. Мы просто редактируем скетч. Все тело, body 4, которое мы сделали, оно существует в данный момент. Stop sketch. Мы видим, скетч поменялся, тело не поменялось, потому что тело не зависит от скетча. Что еще важно знать про режим прямого моделирования? Это то, что при импорте какой-либо твердотельной модели, например, из формата Step, вы оказываетесь в режиме прямого моделирования. Это обязательно, это основной, как бы, Fusion всегда так делает. Вы легко можете перейти в режим параметрического моделирования, если выберете в пункте меню Capture Design History. И тогда текущая модель вся сохраняется в виде вот этого кубика. Fusion говорит, что вот у нас есть модель, она как-то здесь появилась. Каким образом она была сделана, я понятия не имею. Но все новые операции, они все будут записываться в таймлайне. Вот, например, то же самое отверстие. Это операция, та самая, к которой мы привыкли. На сегодня это все. Пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok